Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Чердак, Норба, у кого-то день, у кого-то ночь, у кого-то утро, у кого-то вечер. У нас с вами Аон Вейк, продолжаем мы путешествовать по миру безумства какого-то некого писателя, который находится то ли в творческом кризисе, то ли в кошмаре своим собственным, то ли непонятно где. В общем, эпизод второй. Поехали. Тебе надо выпить кофе или согреться. Короче, он приехал, как бы говорить, все нормально добрался, короче, все дела тополя. Я читаю, забыл, что я читаю их эти, как они называются-то, субтитры. Так, надо включить нам кофемолку, но мы, подожди, мы кофеварку с тобой пока не будем включать, нам надо все осмотреть, мы у себя дома, мы же ничего не видели у себя дома. Естественно. Где Элис? Ты че там, мать? Послушай, красавчик, ночь будет длинная, но снимки выходят просто отличные. В таком случае, полагаю, тебе самой понадобится кофе, я сейчас приготовлю. Я бы не был так уверен, мы у нее кофе заберем. Нифига си, какие тут у нее постеры, смотри-ка, опа-опа-опа-опа-хо-хо-хо. А это повторяется картину. Нехорошо. Ну, е-моё, в собственном доме закрыты эти. Так, телефон. Тут какие-то эти ночные. Так, чулан. Опачки, спальня. Нифига си, у вас квартирка-то так-то небольшая. Точнее, наоборот, большая. Две раковины, серьезно? Нормально так, душевая кабина и ванна. Нифига, вы буржуины, вы что творите-то? Прикинь, да, у них еще и душевая кабина, еще и ванна. Так, радио. Из-за непрекращающего льняного дождя и снегопада во всех трех штатах объявлено штурмовое предупреждение. Населению рекомендуется не выходить на улицу, поскольку многие дороги уже закрыты. Городские власти не надеют, что уборочные службы оперативно связываются с непогодой. Снежная буря продолжается уже третий день, и учение погоды в ближайшее время не предвидится. Все, закончил, тут у них, смотрите, свечи, такое рамы. А, смотри, кровать какая-то маленькая для двоих. Так, а тут пусто, неправдоподобно. Вот разработчики, ну неужели кладовка, чулан у людей будет пустым? Ну, ё-моё, они творческие люди. У них даже потом всякой всячиной, всякой билибердой все это быть завалено. А не такой порядок быть идеальный. Не верю. Так, рукопись. F5. Так, внезапная остановка. Правда говоря, это убивает не падение, а внезапная остановка в конце. Я лежал здесь в снегу, а в голове у меня раз за разом повторялась жуткая вереница сцен, которые привели меня сюда. Повтор моего личного кино с реальным убийством. Память моего трупа. Алан Уэйк, почти что Джон Уэйк. Опять я играю словами. Роковая женщина исчезла. Осталось только кислый впривкус поцелуя, который убил меня. Романтик. Это было запоздавое прощание. Через тринадцать лет после того, как я отомстил, оно наконец настигло меня. Боль пришлось терпеть долго. Моя кровь окрасила снег. Этакий зловещий коктейль с замороженным соком. Растворила все разбросанные болеутоляющие и лениво капала в сточную трубу, смешиваясь с желчью города, становясь в ней одним целым. Теперь я вижу их, мою жену и сына. Милая. Я дома. Ну ладно. Алан Уэйк. Ух ты. Ничего у него тут в книге. Алан Уэйк, Return Sender. Алан Уэйк, What's I Can't Forget. Алан Уэйк, Алекс Кассий. Потом The Thing That Went. И The Fall Of Кассий. Ну ладно. Может быть я правильно прочитал, а может быть нет. Не, ну надо дома смотреть, а что бегать там будем. Надо что-то посмотреть, понять. ЧБ снимки они видимо любят. У них прям вообще все снимки в черно-белом цвете. Так, телевизор смотри какая-то. То ли это коробка, то ли телевизор купили. Балкон. Балкон большой. От него должно дуть сильно. Ну видимо хорошо у них тут сделана изоляция, так что нормально. Хотя вот кирпичный с ним, ну не знаю, ладно. Так, ладно, включаю кофе. А вот и кофе. Отлично, спасибо. Если я хочу до завтра закончить, оно мне понадобится. Так, оно готовится, да? Я могу пока подождать. Свой побить. А, идти к Элис. А где ты кофе-то взял? О, я только что закончила макеты и обложки. Положил их на твой стол. Ничего себе, я не ожидал, что ты так быстро справишься. Дорогой, иногда я могу творить любые чудеса. Неужели? Прошу, иначе ты, кажется, об этом не сомневался. Ах ты, хухры-мухры какие. Фига сегодня тут. Такие они какие-то безэмоциональные. Или они выглядят так, как будто бы у них вообще... Ну, они сутками работают и даже не отдыхают. Так вот, жужжевители. Выглядит просто отлично. О, да, пока Барри не наложит их на них лапу. Это только через мой труп. Тогда бы последний раз. Кстати, о Барри, он звонил. О, ой, опять. Алан! Проверь, пожалуйста, пробки. Сейчас, милая, сейчас. Так, сфокусироваться можно было. Она прям свет вообще не переносит, да? Милая, электричество нет, у меня есть фонарик. Ты в порядке, да? Извини, я просто очень испугалась. Не бойся, сейчас зажжем свечи. Да, кстати, я не спать не было. Это глупо, я знаю, просто особенно, когда неожиданно понимаешь, что выбивает меня из колеи. Я люблю тебя. Расскажи мне историю, писатель. Ладно. Когда я был маленьким, мне часто снились кошмары. И я очень боялся темноты. В конце концов, Мала дала мне старый выключатель. Она называла его щелкунчиком. Щелкунчиком? Да, когда мне становится страшно в темноте, я нажимал кнопку и волшебный свет разгонял всех чудищ. Ну, конечно. Вот он. Алан, может он тебе пригодится? Какая трогательная история. Признавайся, ты ее только что выдумал? Нет, нет, серьезно. Я люблю тебя. Хоть ты и брушка. Спасибо за подарок. Спасибо за это. О-о-о. 18+, поцелуйчики пошли. Не, ну нормальная история, согласен. Напоминает мне чем-то в Фаренгейт. Такая же зима. Такие же отношения. Брайт Фоллс настоящее. Хм, как самочувствие, мистер Уэйк? Чувствуете тошноту, потеря ориентации, что-нибудь в этом роде? Мистер Уэйк, как вы себя чувствуете? Хреново, голова в порядке. Мне пришлось толкать о головной боли и потере памяти. Он бы отправил меня в больницу на обследование. Я не могу уехать без Элис. Хм, прекрасно. На сотрясение не похоже, но мы явно пережили шок. Вам следует отдохнуть пару дней. Спасибо. Ну что ж, мистер Уэйк, вот и все. Если боль усилится и почувствуете шокки до симптомов, милости прошу ко мне. Можете возвращаться к своим делам. Сара, шериф Брайкер вас ждет. Она отличный специалист. Не сомневайтесь, она быстро тычет вашу жену. Доктор Нельсон был типичным провинциальным доктором. Шериф Брайкер вызвал его в управление смотреть мою голову. Моя голову? Ух ты, рыба лежит, нифига себе. Не, ну доктор прикольно. Че там копошишься? Уже все ж положил. Простите, что оторвалось от утреннего лова, док. Красавица, верно? Конечно. Да водилось мне ловить и покрупнее. Вы уж поверьте старому рыбаку. Это очень даже ничего. Это большие роты окунь. Если вы любите уйдеть на живца, это ваша рыба. Ну а если идете на сенгу или форель, то ловите их надо на хлыстом. Увлекаетесь рыбалкой, а мистер Уэйк? Ну думаю, это не важно. Природа отлично успокаивает нервы. А меня в это время года от воды не оттащишь. Все равно, что в раю. Поберю вам носовый водок. Я, кстати, тоже ловил рыбу. Ловил на сети. Сетями, получается. По берегу шел. Полагаю, это чуть-чуть шли в кабинете. Влял по коридору. Получается, шел по берегу. Короче, в реке лодка была с неводом. А я, получается, не вот в руках держал, по берегу шел. И мы, получается, как такой сеткой, получается, против течения шли. И вся рыба, которая там была, короче, в нашу сеть попала. Так, а мы в полицейском участке, да? Так, тут поговорить с Сарой. О, опять? Спасибо, мисс Уивер, что проверили освещение. Кажется, все в порядке. Я вовсе не оказываю кому-либо любезности, помощник Грант. Эти лапы скоро нужно будет менять. Мотивы их заменить не сможете. Я за вами обязательно прослежу, мисс Уивер. Всего вам доброго. Прекрасно. Я еще вернусь попозже. Напомню на всякий случай. Вот это страшно... Вот это странная старушка. Короче, в коридоре меня ждет. Это понято. Городская чудачка. Когда она была редактором местной газеты, она теперь увлекается другими вещами. Она была хорошо устроена в родных местах. Как видите, она несколько помешана в состоянии освещения во всем городе, никогда не наступает на тени и все такое. Когда-то она писала в своей газете о всяких поразительных вещах. У Брайтфолс богатая история. Впрочем, у какого городка она обедная? Ну да. Слушай, я тут в общем подумал, что оказывается, что эта городская сумасшедшая чудачка, не сумасшедшая, а чудачка, она как раз таки и станет нашим единственным союзникам, который будет понимать, что тут за хрень происходит. Она как проводник между мною, реальным миром и вот этим миром чудачества. Нифгай себе, кушку разыскивают. Вот. То есть она прям по-любасу будет это знать. А никто верить нам не будет. Разыскивается мужчина, 20-06-2007. Отчительные признаки мастера побеждать на состязаниях. Разыскиваются Ричард Баух, Брюс Данский, Джейкоб Миллер. Не вернулись во время туристического похода и не выходят на связь. Если вы видели их или вам известно о их местонахождении, позвоните по номеру. Спасибо. Выйти. Ну ладно. Входите, мистер Уэйк, ваш телефон на столе, аккумулятор был разряжен, мы его подзарядили. И, наверное, прочитали, да? Сообщение. Ой, хитрюшки, ой, хитрюшки. Ваш телефон, мистер Уэйк? Вы уже начали искать мою жену? Мои люди уже взялись за дело, а теперь вы можете рассказать мне, что случилось? Не уверен. Не могу вспомнить. Мы поспорили. Я вышел из дома. Из дома на озеро Коудрун? Как вы оказались на заправке стаки? Я хотел рассказать ей о том, что случилось прошлой ночью, но не мог. Она бы упрятала меня в камеру. Неизвестный номер. Извините, мне нужно ответить. Алло? Алан, пожалуйста, помоги мне. Элис? Ничего не рассказывай полицейским, если хочешь еще раз увидеть свою жену. Будешь делать все, что я скажу. Кто это? Иди на заднюю стоянку, там слева в заборе дыра. Загляни в старую тачку. Я там кое-что оставил, чтобы ты убедился, что все мы из одной истории. Когда отвершешься от копов, встретимся в парке Элеврут. Там есть место, называется Пиком Влюбленных. В полночь. И без глупостей, приятель. Мы следим за тобой. Прикинь, да? Оказывается, похищение какое-то появилось. Хе-хе-хе. Может, как-то можно намекнуть? Или я сейчас испорчу? Мне нужно вдохнуть свежего воздуха. Вы позволите мне выйти хотя бы в отбор? Конечно, мистер Уэйк. Пройдите мимо камер, шериф Грант вам поможет. Простите, все это никак в голове не укладывается. Я вас понимаю, мистер Уэйк. Я подожду. Мистер Уэйк, можешь сказать, что это был за звонок? Это личное. Мы ищем вашу жену, я хочу помочь вам. Но мне нужно ваше содействие. Один момент. Я только глотну свежего воздуха. Ладно, я буду здесь поговорим, когда будете готовы. Ну, зря я на самом деле зашел. Так, смотри-ка, смотри, доктор ушел. А, вот он. Да, чем-то помочь. А, я не туда пошел. Не думал, что в камере найдем страницу с тобой. Хотя она и носила человеческое обличие, то назвать темную сущность разумной значило применить человеческое понятие к тому, что было совершенно чуждо всему человеческому. Тем не менее, она нашла единственное достаточно темное место во всей закусочной. Свет, льющийся в коридор, страшно мучил ее. Но она терпела. Писатель скоро исправит положение. А он направлялся в то единственное место, где власть все еще принадлежала ей. Да, русская локализация, конечно, бы не помешала бы озвучке в этой игре. Много читать приходится. От утреннего света резал в глазах и болела голова. По телефону мне велели пролезть через дыру в заборе слева. Так, в заборе слева. Где-то здесь, что ли? Ага, вот сюда. А, ну, фокусировка-то получается куда мне идти, да? Еще прыгать может. О, подожди. Это, погоди, погоди. Кофе, кофе. Так, кофе, погоди. Какая жена, когда у меня тут бутылка с кофе стоит. Что ж, земляки, закончилось еще до долгой ночи, пора нам на время проститься. Видит бог, мне нужно поспать. Эх, и напоследок вот еще что. Для шерифа ночь выдалась напряженной. Несколько разбитых окон и... И даже сообщение о стрельбе в Мейн-стрит. Помощникам шерифа Меллигану и Торну пришлось разбираться с двумя перебравшими молодыми людьми, которые отмечали постройку своей карнавальной... ...колесницы. Впрочем, такое бывает ежегодно. Я знаю, что это здорово, когда праздник на подходе, и все же лучше поберечь силы для торжества, а стрельбой развлекаться на соревнованиях, согласны? Зачем торопиться? Я так понял, я так понял, там какой-то тоже сюжет мы открываем, читая вот эти вот все радийные передачи. Нормально так пнул. Так, здесь, да, че-то? Похититель выстрелил в последний раз, и тень растаяла во тьме, из которой явилась. Вот видишь, Лейк, ничего особенного. Сама мысль о том, что Элис в руках у этого человека была отвратительна. Мы стояли на деревянной площадке в Аверс Пик, за спиной у нас была гора и водопад. В высоте над головой мерцали красные меганки радиомачты. Меня так и подмывало на 10 удар, но я заставил себя заговорить. Давай перейдем к делу. Где моя жена? То есть это мы нам проспойлерили немножко это... Будущее, да? Так, водительские права с жены. Похититель шуток не шутил. А Барри? Ау, ау, слава богу, уйдете от черти на осилие. Неделю не могу дозвониться, я не до Элис. Я жутко волнуюсь. Вылетел вчера, я здесь, в Бравилл Фоллс. Барри, слушай, я у участки шерифа. Приезжай, забери меня отсюда. Сейчас не могу говорить. Ау, что за чертовщина? Я должен был убедить шерифа отпустить меня. Меня ждало встреча с похитителем Элис в парке Эливервуд. А, мне обратно идти. Понятно. Я думал, все, мы сбегаем. Но я бы на месте шерифа уже бы... О, за мной бы уже проследил бы тайно. Потому что как бы, ну, нифига себе. Какой-то странный чувак. Что-то явно не договаривает, мельтешит. Какие-то звонки отвечает непонятные. Писатель — это свет, который выхватывает из тьмы очертания воображаемого мира. Творит из его пустоты, так же, как скульптор ваяет статую из куска гранита. Если я остановлюсь, то мир, который я создаю, погибнет. Тьма вновь поглотит его. Впереди долгий, трудный путь в темноту. На кону жизнь Элис, но нельзя об этом думать, иначе я не выдержу. Ужас прячется на грани восприятия. Я не сдамся. Если я здесь, все возможно. Я закончу историю. Я спасу ее. То есть, это связь с реальностью, да? То есть, он как типа в коме в какой-то находится, или че? А че не включаешь? Во. Прекрасно, Сара, я только хотел ударить все неприятности, которые братья Андерсоны помогли нечаянно опричали во время своей неудачной прогулки. А вы слышали про них? Вам же лучше, мистер Уэйк? Я бы хотел уйти, я свободен? Ну, нам еще нужно поговорить о... Я что, арестован? Нет, конечно, но мне нужно знать, где вы будете, чтобы мне было с вами связаться. Я бы не рискнула посетиться в моем отеле. В мальшистике просто огромные тараканы, но в Эливеру 10 неплохие. Это не подходит. Я доктор Эмиль Хартман. Приглашаю вас с отувицем в доме озера Коунтрон. Вы говорите с моей женой? Я имел удовольствие несколько раз побеседовать с ней о вашем положении. Вы с ней о чем-то говорили? Я пригласил ее сюда, моя клиника это место, где... О, боже! Полегче! Нифига он его втащил? Эй, никому не двигаться, руки просят моего клиента! Кто ты? Я Барри Уллер, его агент. Если у вас девок мистер Уэйк, обращайтесь ко мне. У меня наготовит целая свора адвокатов, и вы мужланы... Да, я уже глянуться не успеете, как кажете, за решеткой. Все в порядке, Сара, со мной все хорошо, я не хочу предъявлять обвинений. Моё предложение ставится в серии, мистер Уэйк. Смотри, кого выдержали. Вытащи меня отсюда. А выдержки ему не занимать. Что за черт побери? Был, ау. Только повторение того случая с папараццием нам не хватало. Я думаю, тебя посадят. Так быстро говорят, капец. Мне нужно было выговориться. Я все рассказал Барри. Он уж было подумал, что я невменяем, но когда он слышал про рукопись, у него мигом загорелись глаза. И что-то написал, пусть даже сам того не помнил. Для него это было главное. Он почуял наживу, и он поверил в похищение Элис. Остальное уже не так важно. В полночь мне предстояло встретиться с похитителем Лавис Пик, где-то в национальном парке Эллиерда. Мы решили снять себе дом. Мне это не нравится, а мне вообще ничего не нравится. Это плохо. Да что там, это просто ужасно. Опа. Мистер Уэйк, Барри, вы его нашли. Привет, Роуз. Ух ты, как раз я воздумала. Я не сварости кофе. Он на балконе с Максом, бедняжка. К сожалению, мне уже пора. Рада была с вами увидеться Мистер Уэйк. До встречи. Фига у него глаза, какие страшные были. В какой-то секунде, ты черный. Что это еще за Макс? Вот дурочка. Что ты нападаешь на всех подряд? Она не виновата. Это очень хорошая девушка. Кроме того, твоя покладица. Прикольный, кстати, музей. Это вот скелет мамонта. Этот зубр. Лось. Скульптура медведя. Так, тут еще сова, да? Или филин. Или какой-нибудь усач. Буктузи комби мамонт. Вот олень. Смотри, каприкул. О, стегозавр, смотри. Трилобиты, раки. 600, 250 миллионов лет назад. Тут стегозавр, скорее всего, какой-нибудь. Стегозух, крокодилоподобный. Мамонт и саблезубый тигр. Такой типа, дел естествознания. Ну правда, ау, то, что ты говоришь в машине, полный бред. Что ты взял, да и застрил человека? А труп просто взял, да исчез? Ты обкурился? Ты с учим не пил? Нет, Барри, послушай, у меня неделя выпала жизни, кто-то похитил Элис. Сам ты понимаешь, как это звучит? Не имею в виду ничего плохого, отличная история, могут получиться шедевр. Так, термос взял. Так, я пока не буду читать, что они там говорят. Как бы они говорят, что все, капец в шоке. Поговорить с Расти, как тут курасти. Так, медведь. А, это вот этот вот. Тише, малыш, я уже почти закончил. Эй, Расти, правильно, вы сдаете коттеджи? Мистер Уэйк? Я бы пожел вам руку, но у меня они, как видите, заняты. Вообще-то, извините, что опять вас прошу, но не могли бы вы принести банк регистрации состава? Он напротив Кривозубого Шарли. Ну да, конечно. Короче, опять на побегушках. Да, подумай, ау. Нельзя идти навстречу с похитителем. Ты свихнулся. Такие истории заканчиваются плохо. Она моя жена, я сделаю все, чтобы ее спасти. Давай поговорим потом. Ну, они типа думают, что мы его разыграли. Ну все, я купился, шутка удалась. Ой, заткнись. Пока свет, смотри, все хорошо. Вот бланк, который вы просили. А вот и ключи. Это все, мистер Уэйк. Рад, что вы решили тут остановиться. Спасибо. Не подскажешь, как мне добраться до Лаберс Пик? Конечно. Туда ведет тропа для туристов. Просто идите по тропе и придете. Легкая прогулка. Отличное место, кстати. Что, собака ранена? Если не сумеете найти, смотрите на радио мать, что прямо под ней. Да, если хотите прогуляться по лесу, смотрите под ноги, а то получится как с Максом. Да, Макс поранился. Это вот туристы пропали, про которых мы в полицейском участке с тобой читали. Подожди сфокусироваться. Блин, тут пропадает иногда. Вон он, да, это мачта, я ее увидел. Хорошо. Слушай, ау, а хочешь, чтобы я поверил, что ты стрелил в парня? А, ну все, это мы с тобой уже проходили. Что там? Говорит, говорит, мы поехали. Все-таки это не РПГ, поэтому... Ау, это же бред. Ау. Ау. Нужно пойти к шерифу или позвонить в ФБР. Черт побери, Барри, дань же убьют ее. Барри, черт, это же не обсуждается. Я иду к Лавер Спик, он сказал приходить одному. Хорошо, тогда ладно, да, я понимаю. Ты мой лучший друг, я боюсь, что ты не совсем в себе. Скажи, как мне тебе помочь, я это сделаю. Где меня здесь, если я не вернусь до утра, вызывай подмогу. Что-то чихает подозрительно. Так. Только поаккуратнее с местными, Ау. От этих деревенчатых всего можно ожидать. Туристов все ненавидят. А то будет как в избавлении. Да, будь здоров ты там. Смотри-ка, камин. Не, чтоб здесь остаться, на каминчике посидеть. Ой, красота, да? Так, это какая-то другая, да, комната? Я-то думал, мы там же, где и вот эти вот всякие, эти были саблезубы, все вот это вот. Опа. Взял. Я уже забыл, если часто как геймплей тут строится. за всеми вот этими хождениями, беганиями. Так, тихо. Какой-то свет слабенький. Да, блин, а где выход-то? Да, ее в мою заперли. Идти в Лаверс Пик. Пойдем. Я буду джать оборону, но духом я буду с тобой все время. Ау, я запираю дверь. Вот это молодец, кстати, красава. Вот я увидел, что наконец-таки какой-то герой запер дверь. Так, читаем. Барри никогда не ладил с Элис, но знал, что Ау, он любит ее до безумия. А теперь с Элис, что-то случилось. И вот Ау вооружился пушкой и говорит вещи, за которых людей сажают в палаты, обитые войлоком. Как будто у друга случился сильный психоз, напрочь отградивший его от реальности. Барри был до смерти напуган. А я пропустил, да, типа одну страницу. Жалко. Наверное, тут зависит концовка, да, от того, насколько я смогу все эти страницы собрать. Я вот думаю 100%. У Барри были ключи, обязательно напрокат по шине. Татурическая база была недалеко, а в лесу машина бесполезна. А, понятно, поэтому мы пойдем пешком. Я знал, что нужно было пойти в полицию. Я, конечно, сглупил, но я злился на Барри за то, что он пытается меня отговорить. Эти слова, че ведь, не боятся позвонить мне прямо в управление шерифа. Копов они бы не... Не испугались. И у них была Элис. Я забыл, как стрелять. Как фокусироваться. А, вот так вот, все понял. Тихо. Уже какая-то пошла опасность. Так, а здесь надо как-то заходить сюда, вот в эти домушки. Книга, где ты, смотри-ка. Мы рады снова приветствовать вас, друзья. Как и был обещан, наш любимый доктор Нейлсон только что припарковал свой зад в студии. Док, где у вас планы на Денье Оленя? Планы? Что ты? Я не стал организован, чтобы строить планы. Ха-ха. Короче, шутки... Шутейки местного разлива. У меня не этих планов, а просто собираюсь укунуться в атмосферу. Для чего-то больше у меня уже здоровья не то, знаешь ли. О, давайте подробнее. Никого бега в мешках для пошивых людей, да? Ха-ха, вот именно, пад. Ну, я, конечно, собираюсь посмотреть на парад. А, ну, короче, не будем мы их слушать, эти бритни их. Они там все равно ничего такого толкового нам не скажут. Просто стоят там и развлекаются. Так, дроп. Фокусироваться тут не надо, ничего. Качели в виде колеса. Ой. Что такое? Какая-то гадина лампу сломала. Тьма сгущается. Всем вспомнилось. Ночной дозор, всем выйти из сумрака, да? Так, трейлер. Так, тут я был, нет? Какой-то страшный домушка, если честно. С выбитыми окнами. Прямо как ведьмак. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, винишко, бухлишко. Так, тут сейчас будет, видимо, новая программа у нас. Давай. Преступление и наказание. Рак и лекарство цивилизации. Но для некоторых преступлений нет наказания. Особенно в Найт Спрингс. Новая серия. Сегодняшняя серия Человек в зеркале. Он внутри, сэр. Он странный какой-то. Итак, вы признаете, что убили этого парня, да? Почему? По делам его. Да, но почему вы это сделали? То есть вы нормальный человек. Повели сына на футбольный матч. Как же так вышло, что во время игры вы накинулись от человека и, цитирую, протокол ареста, нанесли множественные удары в области головы жертвы орудием убийства, а именно двумя кулаками. Отличная формировка, а? Вижу, вы не оценили. Ладно, значит, вы забили его до спирти. Но почему? Кто этот человек? Мы не смогли его опознать. С чего бы кто-то вроде вас сотворил от такого человека? Допустим, мне не понравилось его лицо. Наверное, вы сильно не понравились, чтобы вы так разошлись. Парня теперь не опознать невозможно, и документов при нем не было. Сочувствую. Но мы проверили его отпечатки и нашли совпадение с вашими. Они идентичные. Ха, и что дальше? Ваш сын сказал, что на вас была белая рубашка, когда вы отправились на игру, а белая на мертвом парне. Теперь скорее красная. Вам в этот срок не сойдет. Вы серьезно думаете, что для меня это что-нибудь значит? У меня было полно времени, чтобы поговорить с сыном до приезда копов. Он никак не успокоится, правда? Думаете, он когда-нибудь придет в норму? Я оставил свой след, поверьте. Ах ты ублюдок. Что, собрались меня пристрелить? А смысл? Я отправляюсь за решетку. Вы меня взяли. Я ничего не понимаю. И не поймете. Не беспокойтесь. Возможно, вы меня еще увидите. Например, в зеркале. Какие здесь захватывающие передачи? Ну, в Макс Пейне тоже были интересные в сюжете. В телевизоре были всякие и передачи, и рекламы, и мультики даже были. Макс Пейн, да, в этом плане интересен. Все, посмотрели? Да, все. Любопытно. Какие-то звуки такие страшные. Но пока светло еще. Телефон. Фон. Хотя, по идее, фон это звук. Да? Так, тут пешком идти. Ну-ка, подожди-ка. Тут можно страницы, наверное, какие-нибудь отыскать. Отыскать. Дроп. Ну, конечно. Я и думаю, зачем тут такая развивочка. Ух ты, нифига себе, сразу последняя. Роуз знала, что Расти был влюблен в нее. И он нравился девушке, очень нравился. Он научил ее танцевать, а жизнь давно уже показала, из чего стоит нежный и мягкий мужчина. Расти хорошо к ней относился, развлекал ее и поднимал настроение. Но он не был принцем ее мечты, и это подтверждало невыносимую истину. Роуз была так же далека от голливудской сказки, как ее поклонник. Эх. Ну, бывает. Ну, чертки, кусты интересные. Аккуратно. Расти умирает. Внутри базы стояла жуткая вонь, будто давно сгнивший утопленник выбрался из могилы. Расти харкал кровью. Я с трудом мог отвести взгляд от его сломанной и неестественной вынутой ноги. Что за тварь это сделала? Макс паскули был у себя в клетке. В Расти лихорадочно горели глаза, взгляд его бы полон ужаса. Он прокрепел. Мистер Уэйк, все случилось точно, как было написано в той странице. Офигеть. Подожди, Расти, у которого мы ключи, что ли, остановились, да? Что-то написано. Ну да. Хорошо. Центр этих... Визит центра. Ого. Пошли какие-то. От этого зрелища не стало плохо, это точно не травма головы. Нет. Простите, проклятие. Расти, подождите, я иду. Господи, помогите мне. А ему можно помочь или это по скрипту все? Где он? Мистер Уэйк? Ну да, это ключи, у которого мы взяли. Все прямо как на той странице, которую я нашел. Все сбылось. Оно знало, так же темно. Оно вернется за мной. Нужен свет в кабинете. У меня есть ключи. Расти, главное, ты держись, я сейчас вернусь. Что бы это ни было, оно не могло уйти далеко. Расти нашел страницу из рукописи, она могла бы понять мне, что произошло. Фига себе его тут. Бедный пес. Ну да, это у которого мы сегодня остановились. Тихо, хороший мальчик. Капец. Что за хрень тут такая происходила? Ну-ка, подожди-ка. Включите себе. Единственный способ спасти Расти, был включить электричество. И зажечь свет. Давай открывай. А я правильно пошел. Так, опа, страничка. В последнюю секунду я изменил направление и бросился вниз. Топор расколол древесный ствол. Я рухнул в озеро яркого света. Легкие горели. Не было сил двигаться. Я напрягся в ожидании смертельного удара, но его так и не последовало. Я поднял голову. Темнота оставилась неподвижной. Какое-то время, залитый холодным светом, я был в безопасности. Вот тут события полетели. Так, понабрал. Так, здесь что такое? Опа! Я опоздал. Кто-то самал выключатель. Свет невозможно было включить. Я так понимаю, его уже не спасти. Ну все, там тьма. Там тьма. Земля покрыта масляными пятнами. Я не знаю, их надо уничтожать или нет. У охотников должно быть разрешение! Опа! Не буду все это экономить. Так, ну-ка. Всю эту жужу мы убираем отсюда. Так, ну тут никого больше нету. И собаку забрали, гады. Что-то пробило в сне дыру размером с мамонта. Не-не-не-не. Не кормите животных. Не мамонт? Гости, желающие порыбачи, должны провести особое разрешение на рыбалку в парке. Всегда подчиняйтесь указаниям рейнджера. А это главный, да? Он, короче, стал каким-то бешеным. Уноситесь территория природной объекты. Ох, какой он бешеный. Ну, я понял, это место и тут этот... Главный дух. Делал. Он типа на меня хочет напасть, да? Твои хорошо как. Есть. Ай. Опа, еще гопота пришла. Ой, они топорами мотаются. А патрон-то заканчиваются. Готовы. Фух. Так, пополняем запасы. Ой, сколько их тут. Ай, тут бесконечное множество. Это, то есть, на случай, если бы я не мог бы его убить бы здесь, да? Промахивался бы постоянно. Ну, жалко этого. И собаку куда-то дели. Собаку-то зачем забрали? Собака-то тут ни при чем. А, вот он, песель бедный. Ну, гады, а. Пса-то за что? Вот гады, а. Пса-то зачем надо было трогать-то? Обидно, капец. Ладно, этих придурков. Ну, пса-то зачем? Деревья падают. Так, тут жижа какая-то. Аккуратно. Скайрим какой-то. Ветреный пик. Да, окейн. Да, окейн. Да, окейн. Но спаррин. Так, ну ты еще давай тут звонить. Что? Что это было, черт возьми? Я видел в окно, я видел, что там было. Не обращай внимания, Барри, это просто я скажу с ума. О, господи, о, господи. Ты не сходишь с ума, хотел бы, чтобы это просто сходил с ума. Будь осторожен. Оставайся в доме и никому не открывай, серьезно. Так, Вик, этот центр. Так, а мне куда? Подожди-ка. Там, может, страничка какая-нибудь. А, ну мне вниз идти, понятно. Подожди. Ага, вот увидел. Опа. Так, это какая страничка мы взяли? Перед тем, как сознание покинуло Расти, он подумал о Рауз. Он был старше девушки, то и едва исполнилось 20. Но рядом с ней он чувствовал себя молодым и забывал, какой катастрофой обернулся его давно разрушенный брак. Расти до сих пор носил обручальное кольцо. Он ждал, когда девушка попросит снять его. Это никогда уже не случится. Неа, грустно. Я хотел банки разрушить, ну ладно. Гасит, сколько мостов. Так, бежим. Лавр спак. Лавр спик. Отдыхалочка, конечно, у тебя слабоватая. Так, для сафари остановите Диссигнати Хилл Трейс. Понятно. Лавр спик вела туристическая тропа. Подожди, а тут чё? А, вот это у туристическая тропа. А там, подожди, чё, просто закрыта или чё? Ну давай посмотрим. Какую-то пещеру. Блин, а как идти? То есть, мне показывают и туда, и туда. Блин, погоди. Не люблю эти развилки в таких играх, потому что можно и туда пойти, и туда. Фон, телефон. Шляпа какая-то. Бил туалет, да? Опа, друзья вышли. Ой, со всех сторон пацаны вышли. Пацаны. Батарейки, кстати, заканчиваются. Надо там посмотреть, чё они там охраняли такое. Не кормить животных. А вот и батарейки. А, он тут отдыхиваться может хорошо. Блин, я не знаю, мне то ли к пещере идти, там в пещере просто проход есть. Может, там в проходе как бы она ограниченная. Заходишь туда, и всё заканчивается. Заканчивается. Вот, мне теперь будет, блин, это дилемма. То есть, то ли там идти, то ли тут. Так, а здесь вот такое? А здесь, скорее всего, какие-то припасы. Это жёлтые стрелочки. Как правило, на какие-то мне припасы, они говорят, да? Ящики вот эти все. Ну да. Опа, дробаш. Всё, и батарейки взяли, отлично. То есть, это просто маленькая пещера, понял. Жёлтые эти стрелочки, это просто к припасам. Читать. Пещера самогонщиков. Во время сухого закона, 19-33 год, бутлигеры нередко обделывали свои делишки в этой пещере. По большей части её использовали как временное хранилище для контрабандного алкоголя из Канады. А она непосредственно для изготовления алкоголя. О, они-то местные тут, короче, алканавты собирались. Алкоголем промышляли, прикинь. Так, возьмём пока пистолет, который именуется Ребольвером. С ним как-то пока попроще. Да и патронов особо на дробаш-то нет. Ой, ну сдох, ой, ну сдох. Отдышался? Поехали. Тропа. Ух ты, звёзды красивые. Новая тёмная долина сейчас будет нападать. Кто-то есть? Да нет, вроде я никого не вижу. Ух ты, нифига себе тут ещё. Патрушек набрали. Хорошие беседки такие, да? А, ну всё правильно, да, я иду. Там, мне казалось, вроде тоже какие-то были ответвления. Вот это вот, конечно, чёрная жижа, в которую мы погружаемся. Она какая-то страшная. Там вот, по-моему, есть этот... Страница... Страница... Ну да, страница есть. Везде разбросал свои рукописи. Кажется, никто в Брайвит Фолс не знал, куда поддевался Ау. Его видели только Роуз, официанткой из закусочной. По словам Барри, Ау буквально провалился сквозь землю после того, как вышел к закусочной. Роуз была поклонницей писателя с того разряда, который Ау просто ненавидел. Но она очень старалась помочь. Кроме того, она была сообразительна, хорошо знала, что происходит в городке, знала многое об Али и даже поняла, кто такой Барри. Роуз ему понравилась. И это было неудивительно. Когда речь шла о женщинах, Барри и Ау редко сходились во взглядах. Ну, понятно. Этот не пропускал ни одной юбки, а этому нужна была одна, единственная его муза. Ну, типа того. Бежим! Я сейчас учу пока отдышаться. Так, спокойно. Я сейчас не вижу, куда мне надо идти. Достигнута контрольная точка, отлично. О! Нифига себе, ты какой дерзкий! Ай! Прикинь, я стопоро, как хорошо агалтили. Так, ну они вышли откуда-то, с всех сторон. Там вот все что и свет. А он защищается, типа стоит, да? Нифига себе, мне его надо патрутов всадить. Но. Еще он бежит. Давай сюда, иди. Опа! Есть удар. У-у-у-у! Опа! Они своими томагавками, да, меня стреляют? Есть! И патроны кончились, пацаны. Вот сейчас будет трудно. С одним фонариком только. Старая дорога. Старый великан. Эта исключительно высокая, дуговатая пихти, под вид Глауса, было более 200 лет, когда ее в 37-м году свалила молния. Если верить местным легендам, она доставала верхушкой до самых звезд. Когда упавшую пихту из Берели вышло 66 метров. Безмалый мировой рекорд. Фига себе. Иду как будто дровосек сидел. О-о-о-о-о-о-о! Пацаны! Есть удар. Есть! Офигеть! Действительно так жестко! А он защищается, гад! Блин! У меня батареек никаких на вас не хватит, пацаны! А, у меня дроба же есть! Опа! О, ай, получил, да? Ай, втащил! Да получи ты! Готов! Фух! Ну, все патроны-то так-то потратить, это, конечно, здорово! Так, вон, ведь уже... Ой, еще пацаны бегут! Беги давай, ау! Да беги ты, ё-моё! Да ты, ё-моё, беги давай! Да ты... Да хляк, давай, давай! Опа! Фигу он сюда подойдет! Я обратно, что ли, убежал? Ну, ё-моё! Я, оказывается, обратно сбежал. Я думал, я всю спрятался. Ага, вон, вон они стоят. А есть чем еще бить вас? Ладно, я бегу. Я бегу, пацаны! Опа! Фига какой быстрый! Отошел! Опа! Надо было все-таки вперед бежать. Ага. И батарейки закончились. Ладно, попробуем до вот этого фонаря с тобой добраться. Опа! Да он и потух, серьёзно! Вот это подстава! Бери давай! Тихо, тихо, тихо! Ау! Есть! Красавчики мы с тобой! Так, это мы берём. Читаем. Я повернул за угол, устрашаясь того, что мог увидеть в лучах фонарика. Вдруг передо мной засияло глубоко нарисованный символ факела. Под ним я нашёл обшарпанный металлический ящик, спрятанный за большим камнем. Это был целый склад. Оставлены здесь не случайно. Батарейки, сигнальные ракеты, патроны. Запасы необходимые, чтобы переждать очень тёмную ночь. Приготовленные кем-то, кто знал то, что знал я. И даже больше. Так, ну это мы как бы сами себе, наверное, оставили всё это. Так, тут какой-то этот, как он называется. Давай. Опа! Всё, заработал свет. До сих пор контрольная точка. Что ж, давайте на этом на сегодня и закончим. Вот такая серия. Подписывайтесь, ребята, комментируйте, ставьте лайки. Мне этого очень и очень не хватает. А с вами был Чердак Норпу. Увидимся в следующих сериях, играх, стримах. Всё. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok